Всем привет! Так как сейчас в самом разгаре сезон продажи арбузов и дынь, то я решил подготовить для вас подборку наивкуснейших рецептов. Для первого рецепта нам понадобится 3 кусочка арбуза, небольшая долька лимона, кучок свежей мяты, сахар и бутылка с питьевой газированной водой. Срезаем с мякоти кожуру, удаляем семечки и нарезаем на небольшие кусочки. Пересыпаем кусочки в глубокую миску. Добавляем к арбузу дольку лимона и листочки мяты. При помощи картофеля мелки отжимаем сок из всех ингредиентов. Фильтруем сок через сито, добавляем 2 чайные ложки сахара и хорошо перемешиваем. Переливаем получившийся сладкий сок в стакан и добавляем газированную воду. Украшаем мятой, декоративным зонтиком и вставляем трубочку. Получаем очень вкусный и освежающий арбузный лимонад. Для следующего рецепта понадобится небольшой арбуз, разрезаем его пополам и удаляем всю мякоть. Для удобства можно воспользоваться специальным ножом для арбуза. Остатки мякоти можно вычерпать при помощи ложки. Получаем голую кожуру арбуза. Из мякоти арбуза нужно выдавить весь сок, затем отфильтровать его через сито. На следующем этапе нам понадобится пищевой желатин. Пересыпаем его в глубокую миску и заливаем соком, полученным из половинки арбуза. Оставляем желатин набухать на 20 минут. Желатин набух. Теперь убираем миску в микроволновку на 2 минуты, чтобы нагреть полученный раствор. Если арбуз не особо сладкий, то можно еще добавить 3 столовые ложки сахара и хорошо все перемешать, чтобы желатин и сахар полностью растворились. Переливаем полученный раствор в кожуру от арбуза. Убираем ее в холодильник на 5-6 часов, чтобы образовалось желе. Теперь нужно срезать небольшой выступающий слой кожуры. В итоге получаем очень вкусный желейный арбуз в натуральной оболочке. Нарезаем его на дольки и теперь можно угостить и удивить всех своих друзей. Причем желе довольно-таки неплохо держится на арбузной кожуре. Ну а если налить желейный раствор в специальную форму, опять-таки убрать в холодильник на 5-6 часов, то можно получить очень красивый и аппетитный желейный торт из арбуза. Еще у меня есть вот такие формочки для лего фигурок. В них тоже можно налить раствор, охладить несколько часов и мы получим очень необычный лего мармелад из арбуза. Для следующего рецепта понадобится несколько кусочков дыни, стакан муки, полстакана сахара, 3 яйца, разрыхлитель для теста, ванильный сахар и соль. Разбиваем в глубокую миску 3 яйца. Добавляем полстакана сахара и пол чайной ложки ванильного сахара. Взбиваем яйца с сахаром несколько минут при помощи миксера, чтобы получилась воздушная пена. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. В итоге должно получиться воздушное бисквитное тесто. У кусочков дыни срезаем кожуру. Саму дыню нарезаем на тоненькие плоские кусочки. Выливаем тесто в форму. Форму желательно предварительно смазать растительным маслом. Сверху выкладываем кусочки дыни, так как они плоские и тонкие, то не будут сильно тонуть в тесте. Убираем форму в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 30 минут. В процессе выпекания тесто приподнимется. Вынимаем бисквит из формочки и получаем очень вкусную шарлотку с начинкой из дыни. В разрезе хорошо видно, что тесто очень пышное и отлично пропеклось. От арбуза остается очень много корок, но как оказывается из них тоже можно приготовить кое-что вкусненькое. Срезаем с арбузных корок зеленую твердую часть. Нарезаем арбузную кожуру на небольшие кусочки. Такого количества будет вполне достаточно. Пересыпаем кусочки в миску с водой. Доводим до кипения и варим 10 минут, чтобы выварить все вредные вещества. Сливаем воду. Выливаем в миску 1,5 стакана воды. Сыпаем 2 стакана сахара. Периодически помешивая, доводим воду до кипения и растворяем сахар. Получаем сладкий сироп. Высыпаем в этот сироп кусочки вареного арбуза. Доводим до кипения и варим периодически помешивая 30 минут. Выключаем огонь и оставляем на 2 часа, чтобы кусочки напитали в себя сахарный сироп. Затем опять доводим до кипения и варим 1 час, периодически помешивая. Сироп должен увариться и уменьшиться в объеме. Охлаждаем сироп с арбузными корками еще 2 часа. Затем перекидываем на дуршлаг, чтобы с кусочков стек лишний сироп. Примерно через 1 час перекладываем кусочки в один слой на бумагу для выпечки и сушим 24 часа при комнатной температуре. В итоге получаем самодельные цукаты из арбузных корок. Смотрятся они очень аппетитно. После просушки они даже не слипаются между собой, поэтому дополнительно их и не нужно ничем посыпать. Для следующего рецепта понадобится четвертинка небольшой дыни. Нарезаем ее на кусочки, срезаем кожуру и нарезаем мякоть на мелкие кубики. Высыпаем на кубики из дыни полстакана сахара. Убираем в холодное место на 5 часов, чтобы дыня дала сок. Через 5 часов мы видим, что появилось очень много влаги. Пересыпаем все содержимое в кастрюльку. Теперь нужно вскипятить пол литра воды. Заливаем этой водой кусочки дыни, перемешиваем и доводим до кипения. Варим 5 минут. В конце варки добавляем сок половинки лимона. Получаем очень ароматный компот из дыни. Его можно перелить в банку и плотно ее закрыть для длительного хранения или можно сразу перелить в чашку. Но так как компот слишком сладкий, то наполняем емкость только наполовину, а остальное заполняем кипяченой водой. Теперь компот из дыни полностью готов к употреблению. Друзья, если вам интересна тема рецептов из арбуза и дыни, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если лайков будет много, то я сниму продолжение. Всем спасибо за внимание и желаю вам приятного аппетита!